Ее-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо Я-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-а-хо-хо-хо-хо Наверное, каждый житель Камчатки слышал, как звучит Бубин. Но знали ли вы, что есть целый праздник, посвященный этому музыкальному инструменту? Он так и называется – Праздник Бубна. Собираются музыкальные ансамбли, которые исполняют самобытные мелодии и танцуют. А гости праздника могут просто наблюдать, либо сами участвовать в представлении. Танцы, родовые мелодии и удары в бубен. В воскресенье на берегу Авачинской бухты в Петропавловске собрались жители и гости региона, чтобы проникнуться атмосферой национального торжества коренных народов Камчатки. Зрители с воодушевлением наблюдали за представлением и сами порой пускались в пляс вместе с артистами под родовые мелодии. Мы решили поддержать корякские и чукотские бубны и эту традицию, так как бубен интересен для людей. И на Камчатку стали заходить бубны других регионов, других этносов, других стран. И тем самым мы можем забыть свою традицию, своего корякского, чукотского бубна. И мы, подумав, решили, что важно сейчас эту сферу окутать любовью, рассказать о ней, показать силу корякского, чукотского бубна, и чтобы наши жители, наши гости стали интересоваться именно корякским, чукотским бубном. Гости праздника могли принести с собой свои музыкальные инструменты и стать частью представления. А тем, у кого не было с собой бубнов, варганов и поющих чаш, но было дикое желание стать частичкой праздника, организаторы вручили свои музыкальные инструменты. Зрители получили массу удовольствия от представления. Замечательно, как всегда. Замечательно. Я дочку приобщаю к нашей культуре местной, к коренным народам. Знать нужно камчатских коренных народов и нашей традиции Камчатки. Как считаете, вообще нужны такие праздники? Конечно, обязательно. Для туристов очень хорошо, чтобы туристы видели и знали, куда они приезжают, и нашу историю. Чтобы камчатцы приобщались к культуре, чтобы они соединялись вместе с народом и прочувствовали всю эту самопытность. Где живешь, надо знать и вычинь. Я знаком был с промысловиками, с которыми сталкивался по работе на Севере в Оссоре. Интересные люди, интересные обычаи, отношения с человеческими, нормальными людьми. Мне они нравятся. Поэтому пришел смотреть. Добавим праздник Бубна для краевой столицы новый. Его в Петропавловске в этом году провели во второй раз. А в национальных селах праздник Бубна или праздник рождения Бубна раньше отмечали очень часто. А поводом было, как ни странно, изготовление нового Бубна или совершеннолетие одного из членов семьи, которому готовили новый музыкальный инструмент.